Девочки, мы с вами вечером сегодня идем. И вот видите, какие красивые до 60% распродажа. Очень красивые плакаты висят. И мы пойдем посмотрим, что у них есть интересного. Какое красивое желтое платье. Ой, мне кажется, у них какой-то ремонт или что-то. Здесь очень большие перестановки. Здесь что-то все переделали. Или у них был ремонт. Я давно здесь не была в этом магазине. Ну что, сразу в распродажу пойдем? Или походим, посмотрим, что здесь есть. Ну, желтое платье, конечно, не на распродаже. А красивое невероятно, конечно. Главное, музыки нету. Как здорово. Вот такое платье. Знаете что? Я схожу в распродажу. Вот эту юбку мы примеряли с вами. Я схожу в распродажу. Посмотри, что есть. Ох, какое красивое платье за 60 долларов. Посмотрю, что есть в распродаже, конечно. Если ничего не найду, вот это мне платье очень нравится. Красивое невероятно. То наберем что-нибудь отсюда. Так, какие топы за 50 долларов. Смотрите, из шитья белого. Очень красивое. Красное платье. Вот такое цветное, расцветастое. Красное, черно-белое. Вот что-то такое тоже цветное. Тут все, что-то переставили. Я теряюсь. Синее шитье. Так, вы знаете, что? Я обещала померить. Вот красивый какой топик. Напал на левую сторону. Да, вот его правая сторона. Сейчас выверну. Так, вот я его вывернула. Значит, он вообще дешевый. Стоит 30 долларов. Красивый топик. С очень красивой вышивкой. Нежный такой, тонкий. Но размер экстра-лардж. К сожалению. А вот как это платье, здесь такой же топ. Видите, какой симпатичный. Сейчас мы его рассмотрим. 50 долларов он стоит. А платье сколько стоило, я уже не помню. Я даже, по-моему, не видела. Смотрите, как красиво сделано. Из такой тоненькой морлевки. Видите, какой. Сзади вот. Я даже не знаю, вышивка или как это называется. Девушки, у меня с терминологией очень плохо. Так, много желтого. Вот это платье, которое висит на манекене. Стоит, вернее. Это новая коллекция. Она еще не на сейле. Стоит 60 долларов. Не так уж и страшно. Очень красивая. Красивый яркий цвет. Вот еще такой желтый. Помните, я примеряла черно-белое? Вот с таким же верхом. Ну и все еще у нас эти лимончики. Может, я сейчас найду что-то из лимончиков, попримеряю? Пойдемте дальше. Там вон все, видите, распродажа, распродажа. Так, девочки, сегодня у нас видео из ИЧНМ. У нас сегодня распродажа. Вот я много чего принесла. Надеюсь, что не во все я влезу. У меня еще там парочка платьев осталось. Ну, мне не дали все с собой, потому что здесь есть как бы определенное количество вещей, которые можно взять с собой. Примерочная малюсенькая. Я очень постараюсь как-то в нее вместиться. Тяжело. Может быть, надо бы как-то снимать. Вот, вертикально. Но магазин отремонтировали. Примерочная хотя бы здесь светло и зеркала большие. В общем, все как бы хорошо, потому что здесь раньше я даже, честно говоря, перестала в этот магазин ходить. Он близко к моей работе, потому что здесь всегда была такая грязь, вонь. И такие ужасные примерочные. Я не могу сказать, что это прямо очень чистое. Но по сравнению с тем, что было, как бы мне понравилось. Хотя магазин, мне кажется, что он стал меньше по размеру. Но, может быть, мне кажется. Так, на мне сегодня юбка, босоножки, кофточка беленькая, бусик. И давайте будем уже примерять. Так, первое. Костюмчик, как мне казалось, но при ближайшем рассмотрении я поняла, что они разного цвета. Топ и юбка. Но я сейчас юбку померю с чем-нибудь другим. Тогда он очень большой. Ну, если что-то за размер, по-моему, варочную. Он прямо очень большой. Я взяла этот топик для того, чтобы мерить с этой юбкой. Юбка приятная. Ведь она здесь такая на резиночке. У нее небольшой разрез. С двух сторон. Красивого зеленого цвета. Так, давайте мы вот так вот сделаем, чтобы это не выглядело. Очень он большой. Мне казалось, в магазине тут плохой свет, но другой свет. И мне казалось, что они одного цвета. Но они немножко разные, отличаются оттенком, хотя крайне похоже. Симпатичная юбка, симпатичный топ, но очень небольшой. Такая вот маечка, футболочка. В общем, девушки, не все сегодня будет удачно. Не все по размеру, потому что, когда мы гуляем по распродажам, мы помним, что размеры бывают не все. И даже не только по распродажам, а даже когда я иду, допустим, в косы, или в тот же ВНМ, или в ту же Зару, размеры как бы не всегда есть мои размеры. Поэтому проверяю, что есть. Так, смотрите, я примерила эту юбку с другим топом. Это, по-моему, топ из какой-то премиум коллекции. Я не знаю, почему. Потому что он был очень дорогой. Он был 80 долларов, сейчас 30. Я посмотрю, с чего он сделан. Мне кажется, что это синтетика. Посмотрите, как интересно сделана белая полоса. От рукава до низа этого свитера. Он такой сделан таким, знаете, в рубчик. Здесь какой-то немножко есть какие-то вот фигуры. Но не очень, но довольно большой вырез, как всегда. ВНМ очень часто. Мне бы хотелось для этой юбки, чтобы он был покорочен. Но сейчас я его померю. У меня есть тут еще белые штаны. Он не очень летний. У меня есть не очень летний еще вот такой костюм, в который я, скорее всего, не влезу, но принесла, что было. Смотрите, мне нравится этот топ и мне нравится эта юбка. Не совсем, может быть, мой фасон. Вот здесь вот у меня немножко вот ноги не совсем подходящие для таких юбок. Мне очень его нравится. Но, видите, у меня вот как бы оно очень как-то вот или это по косой скроено, или так облегает, что у меня вот здесь вот ляжки торчат. Чуть-чуть, но торчат. Мне это не нравится. А, в принципе, юбка красивая. И вот этот топ красивый, интересный такой, интересная вот эта белая волоса. Только единственное, что я бы хотела, чтобы он был короче. Но его можно вот так вот подвернуть, и он вполне будет так красиво выглядеть. Сделать в углу. В общем, вот такой вот наборочек. Так, юбка, между прочим, из 100% вискозы. Красивая юбка. Размер large. И стоила она, видите, наших канадских 32, сейчас 18. Совсем дешево. У нее здесь такая резиночка. Ну, я не знаю. У меня много таких юбок, но это мне очень нравится. Но я хочу сказать, она немножко здесь поврежденная, потому что все равно распродажи. И она не совсем мой фасон. Мне больше подходит, чтобы вот... Она довольно узкая такая. А мне надо было бы, чтобы чуть-чуть вот шелк лёж от талии. Потому что у меня бьёдра не совсем подходящие для таких вещей. Значит, топ. Какой-то размер. Тоже large, но он очень большой. И он стоит всего лишь 7 долларов, представляете. 50% вискоза, 50% полиэстер. Но это совсем даром, но он огромный. Что ж такое большое? Всего лишь размер large. Ну, вот такая вот, такая кофточка. Видите, они разного цвета. Хотя мне казалось, магазин что оденет. Смотрите, вместе вот этот топ с этими брюками очень неплохо выглядит. Брюки мне нравятся. Широкие, свободные, такие чуть укороченные, с манжетом. Нет. Они сверху на резинке, вот на такой. И они очень-очень удобные. Прям идеальные белые брюки. Тоже я бы подвернула этот топ, чтобы он был, чтобы он был немножко покороче. И тогда это выглядит получше. Ну вот, посмотрите, как красиво. Давайте я вам сниму полный рост. А то очень позуковидно и непонятно. Маленькая, совсем примерочная, никуда отойти. Вот смотрите. Вычинные всегда очень маленькие примерочные. Мне прям очень нравятся эти брюки. Они так красиво сидят. Они такие шелковистые, приятные, такие легкие. В общем, прям очень-очень симпатичные брюки с этим свитером. Ну, свитер-то не летний, в общем. Ну, вот такие вот хорошие на север, на распродаж. Посмотрите, сколько они стоят сейчас. Смотрите, какой абсолютно классный жакет. У меня к нему еще есть брюки. Точно такие, может, не влезут. А вот с белыми, с этими, я их примерила. Значит, он темно-синий с белой такой полосой. Красивый квадратный вырез. В нем есть какая-то примесь льна. Это размер смол. Вы представляете? Я должна сказать, что он мне чуть-чуть маловато. Я не могу сказать, что он мне идеально сидит. Вот чуть-чуть вот здесь вот видите, пуговицы. Как-то оттопыриваются. Но, в принципе, жакет прекрасный. Очень красивый, идеальный. По фигуре сидит, облегает. Создает талию, создает, в общем, все, что надо. Создает. Посмотрите, как красиво. И даже вот с этими белыми брюками, это просто шикарно. Причем он тоже из премиальной коллекции. У него была... Сейчас вам покажу этикетка. Вот такая же, как в этом свитере. Видите, когда этикетка вот такого цвета, серого, это обычная их премиальная коллекция. Свитер этот стоил 75 долларов. Обычно свитерок, они обычно подешевле. Сейчас он столько стоит, значит, это какая-то премиум коллекция. И вот этот вот жакет. Он стоил 150, сейчас он стоит, по-моему, 50. Он просто шикарный. Боже, какой он красивый. Рукава, как всегда, мне длинные. Но вот этот квадратный вырез, это, понимаете, он именно жакет. Именно вот, как будто бы жакет, но его надо носить вот так застегнутым, как топ. Здесь тоже нужно застегнуть эту пуговицу. Хочу сказать, что... Ну, не буду, ладно. Хочу сказать, что с белым брюками это тоже очень красиво. Вот, посмотрите вместе, как классно. Очень стильно, прямо тихая роскошь. Шикарно. Я вообще его в магазине, если честно, не видела. Может быть, кто-то сдал, потому что я смотрю, вот этот жакет был смол, и брюки шестой. Это довольно маленький размер. Я не знаю, что в них лезет. Но даже вот с этими белыми брюками это просто очень красиво. Посмотрите. Шикарно. Так, вдок черный. 65% вискоза. Все остальное полиэстер. Стоил 75, 6,30. Это был размер медиум. Плотная вязка, плотный трикотаж. Сделана вот здесь вот эта белая полоса. В боках. Видите, здесь какой-то интересный. Он как-то вырезан какими-то вот такими вот. Но на черном это особенно не видно. Цена хорошая. Видите, вот эта вот этикетка, это как бы говорит о том, что он не из простых. Но сделан идеально. Просто идеально. Вырез немножко великовато. Так, мне очень он нравится. Так, смотрите. Брюки вот эти. Они полностью синтетические. Но посмотрите, прекрасная цена. 15 долларов. 100 или 47. Это размер медиум. Здесь у них сверху резинка. Карманчики. Вот такие вот широкие красивые брюки. Белые. Очень-очень симпатичные. Идеальные брюки. Прекрасный костюм. Я просто в восторге от него. Посмотрите, как они сделаны. Это 6 размер. Но они как раз. И вот они вот здесь, вот видите, высокая талия, высокая посадка. В талии они совершенно идеально сели. Складки. Я посмотрю, сколько там у нас. Мне кажется, что был бы, конечно, размерчик медиум, было бы получше. Ну, мы сейчас скажем чуть-чуть. Но брюки очень. Они вот такие вот широкие. Идеальная длина. Идеальная ширина. Идеальный фасон. Я даже считаю, что они мне в талии в самый раз. Здесь в бедрах чуть-чуть. Я сейчас растягну жакет, чтобы вам показать. У меня нет никакого такого тупа. Вот, посмотрите, какие они. Видите? Все с кладкой. Прекрасно. Я сейчас посмотрю состав и расскажу вам все про них. В общем, короче, вместе с жакетом это просто прекрасный идеальный костюм. В нем есть какая-то часть медна. Но он, знаете, не произвел впечатления прям летнего. Он довольно плотный, толстый. Мне кажется, что это просто находка, девочки. Это премиум коллекция. Сидит очень хорошо. Состав хороший, цена. Сейчас посмотрю. Пиджак точно стоит 50, а брюки сейчас посмотрят. Так, вот, смотрите, вместе как красиво это выглядит. Все-таки ветчина. Можно найти очень интересные, очень красивые вещи на распродаже. Они особенно приятные, по приятным ценам. То есть много барахла, конечно, но вот есть попадаются прям вещи супер. Так, смотрите, состав. 100% лен. 100% лен. А в костюме тоже, в пиджаке, 100% лен. И подкладка 100% полиэстер. Ну, так вот везде сейчас. Видите, здесь тоже вот эта вот коричневая этикетка. Ну, такая светло-коричневая. И тоже написано лен. Значит, он стоил, жакет, 125 долларов. Сейчас 50. Размер small. И брюки стоили 104. Сейчас стоит 40. Размер американский 6, европейский 38. Натуральный лен написано. В общем, никакой не переработанный, ничего. Я считаю, что это костюм просто... Ну, мне очень нравится. Причем он даже больше, как-либо я сказала, не для лета. Потому что это лен, но он такой плотный. Я не знаю, в нем когда жарко. В нем, наверное, жарко. Потому что темный цвет. И, в общем, такое, знаете. И подкладка полиэстерова. Это больше какой-то такой на... На весну-осень, скажем, да. Не летний цвет, не фасон. Но очень хорошие вещи. Я считаю, что просто... Просто очень хорошие вещи. И по очень хорошим ценам. Вы знаете, очень интересное платье, но оно мне велико. Безбожно велико. Это размер ларчки. Я, конечно, не подогнула. Смотрите, какое оно интересно. Как оно интересно сделано. Просто... Просто великолепно. Вот здесь вот все. Вот это очень много ткани. Очень длинные рукава. Здесь, в принципе, не страшно. Но вот здесь вот сверху, мне кажется, что это... Ту-мальчик, конечно. Очень много ткани. Очень лишние. А вообще фасон очень интересный. Хотя, конечно, тоже какой-то полиэстер, скорее всего. Но... Смотрите, как интересно сделано сбоку. Оно длиннее. Все это оно, конечно, платье. Но вы понимаете, яичинная распродажа. Все висит, как висит. У них... И без распродажи все висит, как висит. Но вот посмотрите, как интересно действительно это сделано. Придумано. В общем-то... Здесь тоже какие-то складки. Просто очень интересное платье. Красиво такой розовый цвет. Нежный. Жалко. Честно сказать, мне жалко. Потому что я бы купила такой, если бы оно у меня было как раз. Но вот эти вот рукава, все большое, все не совсем. Так, смотрите. Оно стоило 70, потом 35, через 29,99. Это, конечно, полиэстер, размер large. Цена очень хорошая. В общем, необычное платье. Интересное, симпатичное для девочек. Мне кажется, что оно очень может заменить вам какое-то платье на выход. Вот что такое. В принципе, оно удобное. Вот это все складки, все скрывает. Размер не мой, но платье, мне кажется, интересное. Вот реально. Интересное. И очень-очень приятное. Свет розовый, но такой пыльный розовый. Здесь манжет, пуговичка. Ну, в общем, неплохое. Ох, какое декольте, девочки. Красивое платье, но огромное декольте. Но вы знаете, вот эти бретельки, ой, пардон, их ведь можно немножко укоротить, подтянуть, вот так вот повыше поднять, да? И тогда, и тогда оно будет выглядеть по-другому. В принципе, платье красивое, с оборкой, с такой коричневого цвета. Интересная ткань. Это размер large, но мне кажется, ну, во-первых, оно мне велико, конечно. Во-вторых, очень большой вырез. Мне надо очень много вот здесь вот все вот это поднимать, убирать. А так было бы неплохо. Ну, вот так вот мне его надо. Как-то вот так вот. Я сейчас вот так сделаю. Будем рассматривать. Потому что иначе я не могу. Уж очень я свечу с вами. Немножко живот обтягивает. Видите, как бы не совсем идеально сидит. даже при том, что я его вот так вот приподняла. Ну, платье интересное. Интересная такая оборка. Длетняя такое, знаете, выходное на лето. Вот. Интересный цвет, такой приятный. И очень интересная ткань. Видите, как оно блестит по-близки. Платье топроцентное вискозом. Стоило 69,99 наших канадских, то есть 70 долларов. 65 американских, сейчас стоит 40. размер ларч. Хороший, хороший состав из коза. Интересная. Видите, какое красивое. И очень-очень дуповаримая цена, но размерчик немой, а меньше не было, к сожалению. Смотрите, какое красивое, элегантное, черное платье. Оно абсолютно все прозрачное. И здесь есть внизу вторая, как бы нижняя подкладка. А черное тоже неполной длины, где-то до колена. И платье вот такой вот длины. Длинный рукав на манжете. И здесь вот такой вот голышко. Его можно поднять. Я не очень это люблю. Можно так. Можно его завернуть, если бы не очень любить голый. И можно надеть какое-то красивое крышенье. Вот я свои пусы вывалила. Вы знаете, элегантное. Такое с претензией на какой-то вечернее. Обязательно надо посмотреть на себя в профиль, потому что часто в анфас выводит неплохо, а в профиль бывают вот такие, как я в коз. Помните, примеряла? и у меня вот вроде бы вот так симпатичная раскрешенная платьица. А в профиль встаю, как беременная. Вот в этом вроде бы нет. Очень-очень даже такое. И оно черное, понимаете, оно не яркое. В смысле, что это не выглядит как очень яркое вечернее нарядное платье. Но, тем не менее, немножко просвечиваются ноги. То есть, как-то создается такой немножко такой флер. Флирт. Не знаю, здесь такой довольно большой вырез. Мне оно прямо очень нравится. Очень нравится, красивое. Ну, здесь длинный рукав. Сейчас вот, смотрите, какой. Я завернула, получился манжет. Что вы скажете, девочки? Что вы мне скажете про это платье? Что там есть? Так, платье. Все полиэстер и вверх и подкладка. Что-то вы знаете, девочки? Не знаю, люблю я вот такие вещи. Не знаю, дурновкусие мое. Значит, стоило оно 70 долларов. Сейчас стоит 35, размер медиум. Ну, вот, 55, переработан полиэстер. Все остальное обычно. Ну, это такое. Вот, видите, как сзади у него такая слезка. И вот здесь вот две, воротничок застегивается сверху на две пуговички и резиночка тут. То есть, можно застегнуть на обе, тогда будет горло высокое. А можно застегнуть на одну и вот таким вот образом его повернуть. тогда вот оно вот такое. Немножко монашки платья, но прозрачное платье монашки не бывает прозрачное. Но в этом что-то есть. Что-то в этом есть. Так, дорогие друзья, все. Вот такие у нас сегодня были примерки, что скажете. Безусловно, очень хороший костюм, я считаю. Ну, все остальное. Ну, вот, я люблю такие платья, но мне кажется, нужно, нужно, оно не нужно. Мне понравился вот этот туп, но я тоже не знаю, честно говоря, 30 долларов вместо 75, это хорошая цена. Но опять же, тоже не знаю, нужен он мне или нет. Белые брюки мне понравились. За 15 долларов совсем дешевые, но знаете, какие у меня сомнения, если бы сверху у них был пояс, что их можно было носить с чем-то, чтобы заправлять, а то вот эта вот резинка, она немножко их простит. Я думаю, что у нас впереди еще очень много будет распродаж, то есть только началось везде, во всех магазинах, я думаю, что у нас впереди еще много всего интересного, но костюм я думаю, достойный, просто я считаю, что он достойный и он не очень дешевый, но не очень дорогой в принципе, да, сколько он получается, 50 и 40, 90, с налогами будет соль, как еще, ну в общем вот так, подумаем, все, дорогие мои друзья, такие у нас были сегодня примерки, всех я прицелую, всем привет из из Канады, с вами была Дита, всем пока, бай-бай.